Обычно тянут грудь вот таким вот образом, а чтобы подтянуть плечевой сустав, необходимо прямую руку отводить вдоль туловища, назад. Хорошо, а вот именно травма плеча в этой суставе, один человек сам самостоятельно, какие для него упражнения? Можно смотреть. Это самостоятельно работает. Упор в стену, но здесь нужен враги. Давайте попробуем. Тянемся к груди, коленки сгибаем, чуть-чуть таз назад. Таз назад, грудью касаемся, таз назад, азвок. Локти здесь должны быть плены. Ну, вы видите, вот вы сзагорели, сотребащены. Ну, это нормально возрастное, в принципе, это все с помощью тренировок ставится. Ну, на регулярной основе, конечно, кровообращение и плюс растяжка суставов. Суставов и связок. Больше эластичность, соответствующая, больше поступления всех микроэлементов и налаживаемся процессом. Вот и все. Стараются растянуть трицепс назад. Вот это положение, как бы, немного, как бы, закрепощает. Человек расслабляется, естественно, у него больше отдача. Это локоть. Да, локоть, трицепс, соответствующий. Ну, так или иначе, здесь очень много работы. Ну, так или иначе, здесь очень много растяжки. Да я ничего не делаю до бесконечности. Я вижу, как бы, то, что люди с достаточно развитым плечом делают с большим весом, эти мальчики, на самом деле. И там невозможно просто делать все до такой степени изолизованно. Понимаете? Поэтому, если взять, ну, скажем, вот, гантели, надо под 20 килограмм. Вы когда делаете, вы чувствуете нагрузку на трапецию? Конечно, чувствую. Это то же самое, что делать присед и чувствовать спину. Просто бывает то, что делаешь махи и чувствуешь только трапецию. Да? Не идет средний пучок. Ну, вот сделай сейчас. А надо ли поднимать руки выше параллель? Нет. Ну, у тебя тут нету оттяжки, понимаешь? Обязательно внизу должна быть оттяжка, понимаешь? Плечи внизу? Да. Нет, все уже. Да. У тебя происходит, понимаешь, акцент на верхней проработке. Вот, сейчас еще раз покажу. Может быть даже со стороны вида, потому что немножечко не делает оттяжку, трапеция включается. То есть подъемы из нижней фазы, да? Да, конечно, из нижней. А у тебя вот так. Вот, ты вот здесь уже зажар. То есть растяжка? Немножко растягивай, конечно. Вот, она собирается и растягивается мышцами. То есть смысл вот плечо вверх-вниз пошло, да? Да, 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 конечно. И при этом не задираешь, конечно. Все, что касается тяги штанги к подбородку, это и стой, и тачки с нижней точки. Да, ну, обязательно там, конечно, будет включаться трапеция. Невозможно там не включать. Ну, а еще, если вот прибегать к гонтери на плечи, хорошее упражнение. То есть жир, жимовое? Вот я знаю отличную комбинацию. Это когда вы делаете, допустим, жим штанги из-за головы, и следом жим гонтери. И вы вообще отлично срабатываете. В чем аксесс? А на сколько здесь пропускаете гонтери? Если жим делать штанги или гонтери? До середины, до 3-5. Сейчас, пожалуйста. Если была бы возможность опустить, опускали. Да. И сокращать. Да, я стараюсь сводить. Многие, кстати, не сводят гонтери, да? То есть вы их наклоните немножко еще? Я не наклоняю, я просто их свожу вместе. Многие, как вы можете заметить, они даже, вот когда жмут лежа, да, они не сводят гонтери в место. Они не приводят к центру. Вот. Ну, этим лишается вот и некоторая часть амплитуды, на самом деле, которая идет к лучшему сократимости мышцы. Передней дельты, какие-то, например, какие-то, например, специально не работают передней дельтой. Вот. Но для проработки, ну, перед соревнованием, конечно, дело в архе. К центру вот рассказывал, потому что при движении, то есть неровная, а вот, но физиологически сокращается таким образом. Дальше нагрузку на сустав идет, если тревога двигается. Ну, да, там мышцы отключаются, те, которые должны включаться поедине. И, соответственно, все уходит на сустав. Работать с весом побольше, допустим. Если взять, то вот это, наверное, рабочий вес, 28, 30-40 килограмм. Тянущая мышца, она тяжелая, тяжело пробиваемая, как спина. Вот, чтобы очень много может поднять. Вы в стойко работаете, да? Да. То есть не сидя, не лежа, не сидя. Лежа просто так не растянешь. Мне как бы важна вот эта вот начальная стадия самоамплитуды. У нас к гантелям подошли, а как бицепс, вы стараетесь тренировать? Какими упражнениями? Вот гантели мне очень хорошо подходят. А их? Попеременные сгибания. Потому что сюда. Сама техника? Стоя, стоя себе. Стоя. Стоя, стоя, конечно. Все равно старается немножко больше веса принимать в межсезонье. Вот. И немного помогает себе корпусом вообще. С телом, читингом. С поворотом делается? Да, да, да. Вот акцентирую на каждом. Я не стараюсь поднять локоть вверх. Я просто сокращаю. В принципе, и Кайгрин, кстати, сказали, что он делает таким образом вот эти свои бицепсы. Вы-то мне уже рассказывали, что кто-то видел в ролике, что он говорит, а зачем вы поднимаете локоть вверх, собственно, если весь секрет заключается просто в сгибании руки. Зачем усложнять себя что-то? Вы одно делаете срок упражнения на лицепс? Растянутая позиция наклонная позиция. Растянутая позиция наклонная сколья 45 градусов. Вот это у меня основной. Я штангу не сгибаю. Штангу не сгибаю вообще мне неудобно. В принципе. Ну, то ли физиология, у меня кисти не разворачиваются. А изогнутым грибом? А изогнутым у меня работать больше на киалисах. Вот и все. Поэтому концентрированный, допустим, подъем. Вот так. Тоже тут главное руку расслабить полностью в начальной позиции. В принципе, до пола можете опустить руку. Ошибка вот поджимания. Вот так делаем. На самом деле, концентрированный работа вот с ним. Какие упражнения можете? Смотрите, вот спину подтягивали. Повыше, что она подтягивает. Да, не одно. Тягу пояса делали? Тягу пояса, ну вот Т-гриф. Очень хорошее упражнение. Как меньше работает поясница, понимаете? Когда вы делаете тягу штанги, оно забирает очень много. Вот за счет этой постановки. Стоит же и спина постоянно включенная. В принципе, сколько я старался, вот мой опыт привел меня к тому, что я уже делал 180 килограмм наклоненное 10 раз. Ну, как бы результата не было. И когда я уже вот в этом году перешел тяги Т-грифа, причем с небольшими весами, перед этим пообщавшись с людьми, которые, ну, выдаются этой мышцей в России, да, вот, я именно вот и начал использовать Т-гриф с небольшим весом. Ну, в районе 50 килограмм этого уже достаточно. Просто стресс задается объемом работы. Четыре подхода, допустим, рабочих. Вот, ну, это не просто так. Ну, а конкретно на какие упражнения акцентируете работу спины вашей? Именно мое развитие, это вот низ. Низ. Так, у меня есть хаймер такой классный. Тянешь суда, да? Судишься. И включаешь мышцы. Обратный флак. Вот. Не во всех клубах. Есть ли вы, может быть, есть в вашем. Нет, а обратный флак, у тебя какое-то заменить возможно? Я думаю, нет. Камеры все равно тоже как бы должны быть. А вот такой тренажер Т-грифа, конечно, можно сделать из штанги, да, если загнать в угол один край. Значит, в одну сторону грифа. Вот, и все, потянусь вниз. Я начал уже делать вот сухое. Сухое. О, не отлично. Спину вообще не чувствуешь в пояснице. В пояснице работает только широчайше. В пояснице просто забирает груз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...